Копенгагенская интерпретация Деброль, который я придумал Альберт Эйнштейн, который полагал, что она соотносится со всеми способами стереотносительности То есть она просто с ним несовместима И также многие-многие-многие-многие другие исследователи и ученые Как ни странно, приверженцы Копенгагенской школы, Витца Гейзенберга и Бора были в меньшинстве Они были в меньшинстве, безусловно Тем не менее, на сегодняшний день эта интерпретация квантовой механики полностью доминирует в физике Давайте для начала рассмотрим один очень простой эксперимент Ты бы сначала сформулировал, что такое Копенгагенская интерпретация Не все же знают, может быть, в том числе и слушатели Копенгагенская интерпретация состоит в следующем Что у нас есть как бы волновая функция, которая участвует в волнении Шейнгера Эта волновая функция представляет из себя не что иное, как плотность вероятности возникновения какой-либо рода частицы Квадраты и внутрь? Квадраты и внутрь, безусловно То есть, таким образом Если у вас есть вот эта самая волновая функция Да, вот она волновая функция Если ты хочешь посчитать вероятность нахождения, скажем, частицы в данном объеме Ты делаешь так Берешь эту волновую функцию Здесь от Х Здесь от Х Здесь комплекс сопряженный Берешь этот объем В И по нему интегрируешь Это будет ее, грубо говоря, вероятность То есть, компенсация школы основывается на вероятности Вероятность на понимании Используя при этом волновую функцию Да Она приводит к оконоге в забавном случае Ну, например, считается, что у которого у тебя есть эксперимент интерференции Вот у тебя есть и этот, значит, когерентный источник излучения какой-то Он проходит через дрещение И вот здесь у тебя на другой стороне, на некотором экране Возникает эта интерференционная картинка Такая здесь пик, здесь минимум, здесь маленькие пики и так далее Вот она вот такая возникает Что в Коппинлярнской интерпретации считается? Очень важно понимать, что в Коппинлярнской интерпретации считается Что частица одновременно проходит сквозь две щели То есть, выпустили электрон, гелий три, гелий четыре Он одновременно будет проходить у тебя через три, через этих несколько щелей Но имеется в виду, что частица представляется в виде волнового пакета Волнового пакета, ну или волну Которая, соответственно, попадая на щели Каждая из щелей является источником волны Да, вторичные волны Вторичные волны, да И в результате происходит интерференция на... Да, вторичные волны она у нас возникает таким образом Вот это так смотрим на сегодняшний день мира Я хочу что сказать Что у нас иногда бывает ситуация такова Что у нас не то, что мы не можем понять, что она одновременно проходит через две щели Но бывает у нас ситуация обстоит так, что мы даже не можем понять, откуда она вышла Но, в самом деле, рассмотрим следующий эксперимент предвгора Менделя Значит, выведут следующий образом Вот у нас две лазерные пушки Первая лазерная пушка и долгая лазерная пушка Они спускаются совершенно случайно Так вообще, ну, может, черный, кстати, вообще не болит Так, хорошо Вот, две лазерные пушки Вот две лазерные пушки Они у нас и спускают, как бы, плечок Плечок Сейчас я вам объясню, что они выпускают В конце концов Значит, здесь они на один захоти делятся И попадают сюда в некий детектор Часть из них идет сюда Сюда Здесь, где от зеркала отличаются И вот здесь У нас опять здесь стоят экраны Вот здесь у нас угол Т это какой-то такой маленький Вот он здесь между ними Возникает Здесь вот экран, который цвет от нижнего лазера от... Вот, отражает Как там, наверху-то там еще что глядит на экран? Не-не-не-не-не, вот там Здесь Не-не-не-не Здесь изгиб ты как? А с чего получился получарный? На самом верху? Здесь у тебя просто зеркало Нет-нет Где два луча пересекаются У тебя как он загибается? Ну да, еще один экран Ну каким-то образом делают Что они сходят У тебя под маленьким углом Ну здесь, да Такой экран У тебя здесь его рисуются Детекторы здесь стоят У тебя есть интерферационная картина Они, значит, детекторы у тебя начинают работать только тогда Когда вот этот детектор говорит, что фотоны вышедшие из обоих лазеров имеют приблизительно близкую частоту волны И только тогда там эта самая картинка нарисуется Тогда здесь вот этот детектор включается И мы здесь наблюдаем картинку Есть очень странное свойство, которое меня не про все это удивляет Дирак говорил, что частица Может интерферировать всегда только сама собой Соглас собой Если вы выпустите два различных фотона Из двух различных лазеров То они между собой интерферировать не будут ни в коем случае Электрон тоже интерферирует только за председанием собой Когда вот электрон через наши декрасы двумя щелями идет Он тоже интерферирует между собой Поэтому полагается, что если у тебя здесь появилась интерферационная картинка какая-то Это означает, что твой фотон проинтерферировал опять самим собой Что у нас возникает? Какая странная вещь У нас получается, что Один Ну вот теперь по поводу Кучкова Мы делаем интенсивное световозвучение очень слабое Тогда получается, что у нас отщелкиваются отдельные фотоны Бац, 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 бац Раз у нас здесь возникает картинка какая-то То получается, что этот фотон проинтерферировал сам собой Ну если Тогда мы можем задаться такой мысль Если он проинтерферировал сам собой Значит он одиночный Значит он вышел из какого-то одного источника Тогда почему здесь у нас возник положительный сигнал? Но с положительного сигнала быть не может Тогда у нас эта картинка должна быть включена Сигнал возникает когда? Когда у тебя здесь вот не сюда Приходят фотоны приблизительно с одной Величиной То есть как минимум два фотона приходит? Непонятно Получается это случайным образом Это же у тебя может быть один и тот же фотон От него как бы две волны От него можно делиться Просто вероятность того, что у тебя здесь придет Как бы два фотона одновременно Очень мала Мала, поскольку общая интенсивность сигнала очень маленькая То есть Сигнал хочешь сказать, что интерферирует не один и тот же фотон, а два разных Нет, я хочу сказать, что интерферирует один и тот же фотон Я хочу сказать, что мы не можем понять из какой пушки он вышел И зачем это нужно? Потому что в самом деле мы не можем понять из какой пушки Из пушки одновременно? Да Получается такая образа, что этот фотон выпустил две пушки сразу же Возникает странная патологическая ситуация Когда один и тот же фотон выпускают два различных лазера Нет, почему? Это какой-то один просто Нам не дано знать, видимо, какой Ну, если бы он выпустил его, грубо говоря, один Тогда вот этот датчик, он бы никогда здесь не сработал Нет, он выпустил его в смысле Если бы один из одной пушки он вышел У тебя датчик бы здесь никогда не сработал Интерференционные картинки ты бы здесь не видел То есть, ну, я так понимаю, по построению датчик работает только если два фотона у него попадают? Нет У тебя, когда от зеркала А от зеркала Б что-то отражается, то это тогда этот датчик у тебя работает В смысле, когда отражается, когда, слушай, значит, как я говорю, когда как минимум два фотона приходят? Секрет состоит, что по вероятности может выйти только один фотон Получается, что у тебя один и тот же фотон излучается одновременно двумя пушками Подожди, а я не очень понимаю принцип работы этого датчика Как он срабатывает? На что он срабатывает? Он срабатывает, когда у тебя одновременно приходят от зеркала А и Б сигналы Проблизительно с одной длиной волны Тогда он срабатывает Если у тебя либо в А и в Б нет сигнала, он не срабатывает, у тебя здесь детекторы не включаются Если у тебя есть А и Б, значит, в разность с длиной волны они приходят Он тоже не срабатывает, детекторы у тебя не включаются Срабатывает только тогда, когда у тебя здесь приходит фотон от зеркала А Хорошо, это понятно Ты говоришь, что фотон вроде как испущен двумя лазами Да, получается Минуточку, а каким образом он мог попасть на зеркало А тогда? Вот То есть у тебя возникает странное представление о том, что ты, как это положено в квантовой механике Не можешь понять, находясь здесь и здесь одновременно По какому маршруту или по какому пути у тебя идет фотон Эта ситуация очень похожа с зеркалами Где один и тот же фотон проходил через щелями Через две щели Здесь точно так же У тебя оказывается один и тот же фотон Оказывается в точке Б, в точке А Отражается из них и попадает на детектор С Или ЖЭЛ После того, этот же самый фотон Рисует нам здесь интерферационную картинку Если бы это было два разных фотона То по дираконскому принципу, например Хотя это можно получить для других положений Интерферационной картинки здесь не было Диракон говорит, что интерферировать может только частиться сама с собой Нет, я просто думал, этот эксперимент опровергает такую теоретическую установку Ты как бы, наверное, странно как-то рассуждаешь Эксперимент должен быть независим от теории Чтобы вообще с теорией соотноситься То есть можно было предположить, на самом деле Что здесь специально в основном такая картинка И реферируют разные Отлично Тогда как ты объяснишь, что интенсивность их настолько мала И их частоты, и выпускаются эти фотоны случайно Что у тебя получить, что фотон одновременно в один и тот же момент вышел из двух лазеров Вот здесь оказался нереально То есть у тебя в любом случае получается, что вылетает один фотон? Да, не из какой-либо пушки У тебя получается, что вылетает один и тот же фотон Про который ты не можешь сказать, из какой пушки он вылетел А скорее всего он как фотон или электрон проходил через две щели сразу Так как в панковой механике он одновременно вылетает из двух пушек Вот это есть две случайных пушки И фотон вылетает Ты заметь на самом деле, что вообще говоря, изначально То, что два фотона, на самом деле, окажутся с близкими частотами из разных пушек Это тоже невероятное событие Да Так а что ты говоришь? Изначально заложено нечто невероятное Они действительно пушки и динамы Есть понятие такое размер корреляции Размер корреляции у них действительно есть Они на небольшом промежутке, как-то они немножко скоррелированы между собой Но вероятность того, что у тебя есть двух пушек И именно в этот момент времени вылетит по одинаковому фотону Она равна нулю Ну это понятно То есть это говорит о том, что если предпринять за предположением, что фотон это частица То этого быть не может Если предположить, что фотон это волна, то проблем нет Да, но тогда у тебя волна выпускается до времени двух пушек сразу Почему это временно? Она выпустилась из одной Ну и всё Она пошла по одному пути и по второму пути И сама собой сложилась Нет Разные пути Нет, она не может вот так пойти Волна твоя Она может пойти вот так Вот так она может пойти Да? Вот так она может пойти Но вот так она вот так не может А чем тогда этот опыт отличается от опыта интерференции? От этого опыта? Нет, поразительно, что у тебя как бы есть двух источников. Так еще не очень понятно, а как, в смысле, фотон-то, откуда он... Две близких частоты, откуда там привел две близких частоты? Лазовый устроен так. То есть, у нас излучился, допустим, фотон, неопределенной какой-то частоты, с каким-то разбросом частоты. Да, но они между собой и скоррелируют. Тебе важно, что у тебя датчик срабатывает только тогда, когда у тебя как бы два сигнала сюда пришли. Только тогда он здесь срабатывает. Очень важно, что у тебя получается, что два лазера излучают, грубо говоря, одну частицу на двоих. Эта частица вот так идет, своим путем там, в конце концов, коррелирует. Но ты же понимаешь, что это бессмысленно говорить так. А можно только сказать, что просто есть моменты, когда вылетает два синхронизированных фотона. Нет, именно что один. Ну вот давайте, вот эта путаница, вполне возможно, рака как раз связана именно с пантруминаем. Кстати, Y, частоты лазов, они как бы ощутимо отличаются друг к другу? Нет, не ощутимо, немножко. Ну, развлечимо, во всяком случае, на эксперименте. Чуть-чуть, да. Он настроен таким образом, что у тебя частоты примерно одинаковые. А один фотон, как это понять? Один фотон, у него что, волновой пакет с двумя тыками, что ли, выраженными? Или как это значит? Две частоты в одном фотоне, это как понятно? Ну почему две частоты в одном фотоне? Просто, а у тебя этот датчик будет совпадывать тогда, когда у тебя один и тот же фотон выйдет из двух лазеров одновременно. Тогда у тебя датчик будет тоже совпадывать. Ведь близкие почти частоты, это одно и то же. Интересно, ты понимаешь, что ты говоришь? Один фотон из двух пушек вылететь может. Что такое фотон? Ну вот так. Этот эксперимент как раз при Гоа Меделя об этом и говорит, что один и тот же фотон вылетает одновременно из двух пушек. Мало того, что он через две щели походит одновременно, он еще и двух пушек умеет вылетать. Вот я и говорю, что, скорее всего, вопрос состоит о том, что этот эксперимент опровергает, что интерферационная картина происходит... Сама собой. Да, сама собой. Одно фотон остается. Получить, что у тебя сигнал, что у тебя одновременно выйдет два фотона из этих пушек, что в этой датчике сработало тоже малая вероятность, поскольку интенсивность этих лазерных исключений крайне мала. У тебя всегда... Крайне мала, это, я не знаю... Мала. Это вероятность. 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 Есть вероятность такая. Но она приходит гораздо с большей вероятностью. Откуда взялось две частоты? Допустим, один фотон из двух головных пушек. То есть, получается так, что один фотон из двух пушек, а у пушек частоты разные, и... У пушек приблизительно что-то там происходит, непонятно что. Просто эта сама штука, она имеет вот такую штуку, вот у нее спектр, вот такой. У нее есть какое-то расстояние. Вот она просто так устроена, датчики. Очень важно. Получается, что грубо говоря, что когда срабатывает датчик, мы видим интерфекционную картину. Но с другой стороны этого быть не может, потому что из двух пушек одновременно выделить два фотона не могут. Да. Получается, что один фотон вылетает из двух пушек одновременно. Но этого быть опять не может, потому что пушки одновременно излучить не могут. Почему? Два фотона. Нет, один. Два не могут. Два не могут. А вот как получается, что один излучается одновременно из двух пушек, непонятно? Нет, ну во-первых, у нас есть это, частицы неразличимые, правильно? Поэтому, когда ты говоришь, что один и тот же фотон излучается двумя пушками, ты иначе говоря говоришь, что просто каждая пушка излучает одинаковые фотоны. Не так, что один фотон она излучает, а просто частицы неразличимые просто, и поэтому излучаются два совершенно одинаковых фотона по всем своим свойствам. Но этого быть не может. Ну как не может быть? Вероятность, но неважно. Это факт. Вероятность. Здесь нет теории, Гулар, ты не понял. Здесь нет никакой теории. Просто, условно говоря, вероятность возникновения интерферляционной картины намного выше, чем вероятность, так сказать, совместного прихода двух фотонов. Значит, это надо объяснять, почему, на самом деле. Тем не менее. Возникает вероятность выше, чем... Нет, это один из возгласностей, который сделает, что тут имеет место быть физический эффект, этого мы не понимаем. То состоит, что поставили две пушки рядом, и они сразу же излучают всегда... Да. Я хотел сказать, что как-то они скоррелировались. С какой-то стати. А где акоскоп принцип, когда интерференция возникает только сама с собой? Нет. И вот говорим, что у нас есть какое-то неправильное. Но они же подключены, наверное, к одной электроустановке, правильно? И уже через эту электроустановку каким-то образом они могут быть скоррелированы. Думаю, нет. Я думаю, не про это. Ну а как нет? Нет, такое объяснение, которое ты говоришь, оно как бы имеет место быть. Но я хочу заметить, что квантовая механика, как любит говорить Стас всегда, она является промежуточной теорией. Нет, я не говорю, что она и промежуточной теорией. А настоящей является квантовая теория поля. Продвинутой. Ну. Если мы обратим на эту вещь, то мы вспомним, что такое квантовая теория поля. Что такое вне частицы? Частицы – это некое элементарное возбуждение поля одного-единственное. Таким образом, две лазерные установки, по большому счету, они-то могут одно поле создавать. Согласитесь? Могут. Они создают одно поле на двоих. Они создают одно поле на двоих. И у этого поля есть некоторые квантовые возбуждения, то есть фотоны. И тогда эта картинка, я не знаю, поможет такое объяснение или не поможет, но оказывается, вот эта картинка, вот это представление квантовой теории поля, – Оно хорошо объясняет подобное. – Не поможет. – Не поможет, а почему? – Ну, во-первых, ну, это же, можно же их как-то друг от друга отделить, как-то экранировать там, ну вот. – Ну, нет, ну, в любом случае, что у тебя два генератора электромагнитного излучения, они у тебя создают вначале поле, а потом у этого поля есть уже некое элементарное возбуждение. – Нет, ну, так же, так, тут, так, так сказать, хочется сказать, что там они создают некое вакуумное состояние, а потом вдруг в этом вакуумном состоянии, так сказать, рождается реальный фотон, что ли? – Ну, вот как-то так. – Да нет. – Ну, это просто говорит о том, что есть какие-то противоречия между частицей и волной, которую я неразрешим. Вот и все, оно просто, оно и есть, как факт. Вот и все. И это подтверждается экспериментами. – Какой большой кайф в этом маленький угол тета, допустим? – Для того, чтобы инфрационную картинку иметь, поэтому оно нужно. – Это то же самое, что когда есть в оптике. – Некое противоречие между частицами и волнами, оно неустранимо. – Это то, чтобы синус х заменять на х, по большому счету. – Хорошо, если лучи, где этот угол тета, не складываются, – Каждый луч сам посылает на свой экран. – Ну. – Вот, после зеркала А идет на свой экран, после зеркала В на свой экран, допустим. – Ну, вот. – Ну, котинки не будет. – Так, да, котинки не будет. – Сам собой что, не интерферирует? – Так у нас нет двух щелей-то, щелей-то у нас нет. – Так и сделать, вот, вот… – Нет, если… – Переформулировать. – Нет, если… – Сделать две щели. – Да. – То, вот здесь сделать вот эту штуку, у тебя будет интерферирует. – Да. – И старт него второго будет интерферирует. – Хорошо, замечательно. И теперь фиксировать эти картинки по срабатыванию этого датчика. – Нет. – И смотреть, какая картинка образуется от луча А или от луча Б. Вот сработал этот датчик, совпали одновременно они. – Ну. – Ну, и по идее, должен быть и на том экране, и на этом своя двухщелевая картинка. – Так она появилась, что-то учелевая, но поскольку эта картинка будет идентична. – Мне неинтересно. – Задача была эксперимента поставить свои вопросы. – Картинка будет идентична. – Вопрос с противоречи, что один фотон вылетает из двух источников. – А по вашему эксперименту они и там, и там будет картина. – Да. – Зависимо. – Вообще ни от чего. – Да, картинка будет там, и там, да. – Ну, она просто… – Она двухщелевая картина. – Говорит о том, что фотон пролетает через две щели одновременно. – Я предлагаю, кстати, такую картинку типа Розноподольского, да? – То есть, когда у нас есть два фотона, они являются коррелированным состоянием, и у нас вот эти сигналы двух экрана будут тоже между собой коррелированы. – Да, мне кажется, что это другой эксперимент, да. – Нет, это я вот предложил на предмет того, что был как бы тезис, мы не знаем, какой лазер и спустил, а из какой пушки вылетел этот фотон, который сам с собой якобы… – Кстати, говоря ведь… – Просто прокалибровать этот датчик, на что он срабатывает, на одну какую-то пушку, на вторую, на обе… – Да, да, кстати. – Кстати, говоря ведь… – Мы говорим об интерференции, о волновых функциях, то есть фотон в координатном исправлении не имеет волновых функций. – Ну, хотя они знают непосредственно, может, к опыту это не имеет отношения. – Ну, вот я тоже не знаю, где этот метод… – Просто вот такой странный опыт есть. – Как это вот она зовут-то, я всё не забываю. – С тобой это Мендель, а первый это… – Гоа, по-моему, как он там. – На самом деле, вот эту картину интерференционную, которая возникает с двумя щелями, можно же интерпретировать не тем способом, что одна и та частица через две щели пролетает. А можно интерпретировать тем способом, что каждая частица летит, и она помнит каким-то образом о том, какие частицы ещё вылетят, да, и какие частицы уже пролетели, да, то есть… – Иначе говоря, возникает вот интерференция не только как бы в пространстве, но и во времени. – Нет, Влад, тут как раз в опыте с интерференцией не нужно тут ничего особенного выдумать. – А вот как одна частица через две щели пролетает? – Это волна. – Это волна. – Почему волна не может пройти через две щели? – Потому что частицы неделимые, вот почему. – Так она волна, ну как у тебя, я не знаю, капли жидкости может… – Капли жидкости делимые. – Почему? – А ей не нужно делиться для этого. – Ну а как? – Ну вот она подошла, просочилась… – Ну вот и стала две щели. – Почему нет? – Она просочилась через две щели, замкнулась, условно говоря, там за экраном, разомкнулась перед экраном. – То есть, как бы, если это волна, то проблем тут никаких не возникает. – Но в данном опыте представление о фотоне как о волне не спасает положение. – Потому что даже волна, что это волна, излученная двумя лазерами одновременно, это тоже абсурд. – Да, у нас здесь, смотрите, какая вот возникает странная ситуация. Но странная ситуация, получается, что мы всегда привыкли получать письма дома из одного источника. Если у нас пришло письмо, то оно одно, то оно пришло из какого-то одного адреса. А здесь, как бы, одно и то же письмо отправили два источника одновременно. Ну, это обсудили. Пойдем дальше. – Ну, Игорь, ну это, Игорь, мне кажется, это просто изначально проблема состоящая в том, что интерференция рассматривается как сам интерференция, то есть одна и та частица интерферирует сама с собой. Это в этом вся проблема. Если и этот тезис убрать, то полчаса… – Да, и тогда ты зарабатываешь проблему объяснить, почему два случайных лазера одновременно выпускают… – Ну, это та же, эта проблема более решаема, потому что это надо будет выяснять, почему так не происходит. Но не любые же два лазера, правильно, а два лазера, находясь… Это частоты которых более-менее пересекаются в каком-то диапазоне, правильно? Близкие по частотам лазера. То есть у них какая-то… изначально есть какое-то подобие какое-то есть. Получается, что они каким-то образом… – Так, а при чем тезиска эта Копегагинская… – А я еще не пришел. Это вот я просто такую штуку сказал, что мне показалось, что этот эксперимент можно объяснить таким образом, что у тебя два лазера создают некое единое поле… не взять на вакуумное между прочим… Это вакуумное поле, грубо говоря, это общий квартал возбуждения… – Нет, неважно. У тебя в этом поле есть одно, как бы, одно частичное состояние. Так оно же все равно где-то должно было родиться. – Ну, хорошо. Непонятно, как оно рождается и как оно будет. – Нет, нет, вот оно так. – Оно не может родиться в точке самого поля, а может в источнике. – Ну, давайте вот сейчас я двинусь дальше, мы постараемся вот на том, что я буду действительно Копегагинскую школу как бы интерпретировать, мы на нем перейдем к следующему как бы нашему планету.